Добрый вечер, 21.05 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Приветствуем вас из студии Финам-ФМ. И хочу для начала поделиться продолжением наших новостей новостями с любовного фронта. Может быть, не всем вам известно, что в Москве есть музей эротики под названием «Точка-Джи». И вот буквально на прошлой неделе, 2 октября, промоутеров вот этого музея, который находится на Арбате, которые люди, которые стояли на Арбате, жестоко избили некие люди, назвавшиеся мусульманами. За месяц до того, как это произошло, в помещении этого же самого музея ворвались на этот раз уже православные активисты в сопровождении оператора телекомпании НТВ и поставили на прилавок кирпич. Своего рода последнее предупреждение. Черная метка. Вот такие вот два интересных эпизода. Это такие вот сильные предупреждения с двух сторон мусульманской и православной общественности в отношении эротического музея. И вот, вы знаете, мне хотелось поставить это в некий больший контекст того пришествия фундаментализма, некого нового средневековья, неоархаики, которая в последний год все больше и больше проявляется в нашей общественной жизни, и, собственно, задать вопрос, грядет ли у нас сексуальная контрреволюция? Что, собственно, происходит? И вообще, какое место занимает секс-музей, секс-шопы и вообще эротическая культура в пространстве города? У нас в гостях директор и владелец этого самого музея Точка-Дже Александр Донской. Да, добрый вечер. Добрый вечер. И также руководитель Центра сексуального здоровья Анна Катенева. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Александр, ну вот скажите, вы, собственно, когда открывали музей, вы думали о том, что подобные инциденты могут происходить? Я предполагал, что будут недовольны, и, честно говоря, очень удивился, что больше, чем за год работы никаких инцидентов не было, и никто не приходил, не возмущался. Вот первый такой инцидент произошел с православными, когда пришел Дмитрий Энтео, который себя именует православный активист. Это известный, они же, по-моему, вот тогда по делу Пусси Райт, они... Они срывали майки, значит, прохожих в поддержку Пусси Райт, значит, приходили в Театр Док, срывали спектакль, значит, они же приходили к Гельману, пытались мешать им проводить выставку. В общем-то, они сейчас активизировались, и даже так, мне кажется, в информационном поле они заняли такую нишу движения «Наши», то есть «Наши» сейчас не так активны, как православные активисты или боевики. Вот, и, в общем-то, с их предупреждения у нас начались вот всякие странные события. То есть, вот пришли сначала они с кирпичом, значит, на следующий день у нас избили одного промоутера на Арбате, значит, это были православные, а, значит, потом у нас со второго этажа к нам прилетел еще один кирпич, значит, и вот сейчас недавно мусульмане избили троих наших промоутеров, мотивируя тем, что раздача листовок музея эротики противоречит нормам ислама. Это возле музея раздавали на Арбате? Да, возле музея, да. Ну да. Так получилось, что ребята-промоутеры побежали в сторону музея, и вот это вот, их продолжили бить уже в музее, и это зафиксировали камеры наружного наблюдения. Одному из промоутеров пробили голову, ему зашивали, мы вызывали скорую, значит, двоих очень сильно побили, они в синяках, в ссадинах, то есть, в общем-то, сейчас получается, что эти ребята не могут работать и вообще боятся, в принципе, даже, значит, приходить в музей, потому что боятся, что их убьют. Вы как-то усилили меры безопасности сейчас? Ну, да, во-первых, конечно же, мы сейчас более внимательно следим, в том числе, и за камерами, то есть, и онлайн-наблюдение есть, и, значит, планируем даже сейчас поставить видеокамеры на промоутеров закрепить, то есть, на Велорикше поставить видеокамеры с записью и с трансляцией в интернет, и на промоутеров закрепить, потому что, ну, сейчас пока нельзя сказать, что все спокойно, потому что на текущий момент ни силовые структуры, ни властная структура, ни духовенство никак не отреагировали. Такое ощущение, что их это все устраивает. Ну, да, такая духовная брань, то, что была выставка на винзаводе, но здесь превращается уже в вполне физическую войну, войну на уничтожение. Да, ведь это же, вот скажите, собственно, это общественное пространство, пространство города Арбата, да, это не то, что в храме где-то была какая-то там оскорбительная сексуального содержания пропаганды, не то, что вблизи детских и дошкольных учреждений, как вот этот новый закон. То есть, фактически здесь, вот особенно то, что-то произошло на улице, вот эти исламские, затем и православные активисты, они заявляют права на общественное пространство. Да, получается так. Получается еще то, что вот чем примитивнее структура общества, так как-то, как сложилось уже, тем терпимее отношение к сексуальности. А вот когда все-таки общество продвинуто, оно цивилизованно по-другому там, то и отношение к сексуальности, оно такое другое. И мы живем в таком огромном мегаполисе, с таким действительно многоликим профилем, и понятно, что есть разные сексуальные культуры разных народов, и разные вероисповедания, считаться этим, конечно, нужно, но вот понятие сексуальной культуры настолько хромает сейчас вот в нашем таком, не знаю, социализированном таком каком-то таком продвинутом состоянии. Ну да, вот как вы считаете, в этом отношении наличие музея эротики в городе свидетельствует о неком большей толерантности, о большей что-либо продвинутом? Ну, потому что я вспоминаю свои визиты, я с удовольствием посещал во многих городах, которые я очень люблю. Ну, я уж не говорю, что в Амстердаме и в Копенгагене, в таких традиционно свободных городах, но даже в таком, скажем, католическом городе, как Мюнхен. Вот, и я помню музей эротики, причем в самом центре Оденсплац, очень хорошее место. Я уж не говорю о Барселоне, причем всегда они в таких, типа Арбата, пешеходные места, если в Барселоне на Рамбле есть вот такой вот музей эротики. Вот, хочу и Ольгу спросить. Может ли музей эротики служить неким индикатором? Да, безусловно, конечно. Вообще, конечно, сексуальная революция-то уже давно произошла, эротическая тоже в том числе. То есть это некое освобождение людей в плане сексуальных практик, в плане сексуального просвещения. Вообще это нормально. Сейчас во всем мире говорят о сексе, так или иначе. Но то, что произошло в нашей стране, конечно, здесь много факторов. Я хочу сказать, что поскольку власть усиливается, вот эта авторитарная структура выстраивается, и многие группы начинают действовать на стороне власти. А поскольку секс, это, ну, так считается, по крайней мере, это некая свобода человеческая, это некая, ну, сфера, по крайней мере, свободы. И говорить о нем, посещать такие музеи, это тоже свобода человека. Думать об этом свободно в разных вариациях, это тоже свобода. Поэтому, конечно, покушение на эту свободную сферу со стороны власти, безусловно, будет. Потому что власть, чем более она авторитарна, тем больше она стремится контролировать тела людей. Прежде всего, все, что связано с телом. Не умы тоже. Умы-то, да. И, конечно, вот характерно, что и со стороны православных групп, и со стороны, ну, если, так сказать, нападение мусульман, да, это, так сказать, никого не удивляет. Ну, тут можно еще объяснить разным, так сказать, культурным каким-то бэкграундом, да. То есть, поскольку там более традиционалистски ориентированная культура и секс еще не отделился от брака, репродукции, любви, да, то можно еще, так сказать, понять, почему они это сделали, да. То со стороны православных это явно это действие власти. Вот Мишель Фуко, да, известный такой философ, социолог, говорил, что секс и власть, у них есть общие поля пересечения. И всегда власть будет дисциплинировать. Да, вот он сказал принудительные или как репрессивные гипотезы, да. То есть, власть обязательно будет что-то запрещать, касающиеся секса. Ну да, вот очень хорошо, что мы здесь вышли в Фуко, собственно, в честь которого и названа наша программа археология. Вот, действительно, очень, по-моему, хорошая мысль в том, что власть заключается, прежде всего, в контроле над телом. И то, что музей эротики, скажем, многочисленные секс-шопы в Москве раскрепощают тело, то есть дают некое, так сказать, пространство альтернативности, они, видимо, на неком острие свободы, которая сейчас находится под угрозой. Отношение общества, да. Отношение общества, оно так, как талакса уже сложилось исторически, вот по отношению к определенной личности, в отношении сексуальности. Всегда выстраивается по такой шкале, регистрируется запретов и поощрений. И, ну, только вот, это такая разноуровневая ситуация, вот этих поощрений и запретов. Одним можно, другим нельзя. Это всегда было, и по разным категориям, это и от профессии, и от национальности, и от всего зависит, в общем-то. Поэтому это как раз-таки вопрос довойного стандарта, который уже существует давно, и сейчас вот мы наблюдаем тоже, в общем-то. Насколько, вот я хочу спросить, насколько на ваш профессиональный взгляд, так скажем, раскрепощена сегодня сексуальная сфера в России? Ну, давайте про Москву говорить, вот в пространстве Москвы. Потому что, естественно, мы все помним вот это вот поздно, когда нахьювское в СССР секса нет, это в каком-то смысле не было, что секс не был частью публичного дискурса. Да, он был частью приватной жизни. Вот, а сейчас вот с этой точки зрения, есть ли, является ли секс частью публичного дискурса? Обсуждают ли люди? Конечно, обсуждают. Конечно, обсуждают. И еще такой момент, наверное, нужно сказать, что вот поведение сексуальное, и вот тоже реакция вот именно общества на поведение сексуальное, оно тоже-то как-то отчитывается от отношений брачных, небрачных. И сейчас как раз мы наблюдаем такую картину, бытует такое название, как серийный брак. Серийный брак. И, в принципе, мы должны четко понимать то, что время-то оно идет вперед, и мы не можем там как-то запрещать, только запрещать. Мы должны просвещать как-то еще обязательно. Серийный брак это что? Серийный брак это когда, например, когда отношения в паре, отношения в паре может, допустим, там как-то вот на, ну как если брать такой партнерский кинематограф, если можно так сказать, да, то, допустим, на одну серию, или на две серии. Но чтобы вот в этом партнерском союзе была любовь, были нормальные, хорошие отношения. Ну как вот гражданский брак, мы его называем так еще сейчас. Но кто знает, в общем-то, может быть, если они честные и правильные отношения и доверительные отношения, то может быть, это какой-то будет такой сериал и во всю жизнь люди определятся как-то. Ну да, как отношение к браку, как к проекту. То есть сейчас просто легче говорить, что мы теряем, институт семьи мы не теряем, он меняется, и это нужно понимать. Обязательно. Мне кажется, что люди сейчас все-таки меньше обсуждают темы секса, то есть более зажаты становятся в этом плане, и вообще мы возвращаемся в совок, только коммунистическую идеологию подменяет православие, да, потому что эта ниша пустует, но в общем-то я это чувствую, да, то есть и, конечно же, да, люди читают там эротическую литературу, значит, посещают порносайты активно и так далее, но значит, это не обсуждается, то есть, вернее, обсуждается все меньше и меньше, то есть, все-таки влияние православной церкви, то есть оно чувствуется, и мы же видим, что патриарх очень часто выступает по телевидению, говорит, это кощунство, это кощунство, ну, то есть, это такие вот происходит некий зажим, я думаю, что будет в этой сфере еще больше цензуры. Ну, то есть, вот то, что сначала вот я пытался сформулировать, как некая сексуальная контрреволюция идет сейчас. А революция была у нас, вот 90-е, нулевые были годами сексуальной революции в России. Ольга? Я думаю, конечно, да, потому что власть-то ослабла на какое-то время, соответственно, высвобождаются другие вещи, конечно. Конечно, я думаю, у нас произошло что-то вроде сексуальной революции, даже сама возможность того, что внебрачный секс является нормой, это уже революция, потому что секс отделяется от репродуктивного, как я уже сказала, поведения, от семьи, от брака, и вообще от понятия любви. То есть сексуальное наслаждение возможно отдельно от всех этих вещей. И, кстати, эротика об этом свидетельствует, в фантазии, на игровой форме, в разнообразии, так сказать, практик, в освобождении эмоциональных таких чувств, конечно. Конечно, я думаю, что это было что-то вроде сексуальной революции. А насчет контрреволюции, вы знаете, я всегда, что хочу сказать, на уровне все общества, очевидны эти тенденции, потому что секс опять загоняется куда-то в частную сферу, но хочу сказать, что для России актуальны очень межпоколенческие различия, потому что молодежь, может быть, она не говорит о сексе, но не потому что там нет секса, или там куда-то секс там девается или загоняется, а потому что у них много секса, они уже не стесняются этого. Для них это абсолютная норма, и здесь я думаю, что, возможно, возможно, это просто свидетельство того, что уже мы выпустили как бы джинны этого сексуального, они спокойны просто к этому относятся, зачем им еще говорить. Вот это же веберовское расколдование, да, только здесь расколдование секса. Вы знаете, это любопытная вещь, расколдование секса, потому что он действительно превращается в нечто вроде технологии, да, то есть как, сколько, сколько раз в неделю, да, зачем это нужно, и на самом деле на партнеров это действует немного, скажем так, охлаждающе почему-то, потому что они начинают думать с одной стороны, то есть о сексе вот в таких терминах, поэтому, да, эмоции уходят. Ну, глянец этому способствует, да. Люди смотрят на обложки, я не знаю, 25 способов получить оргазм, так сказать, то же самое там, найди ее точку G. Партнеры напрягаются, чтобы, ну, как ты, ну, а ты, о чем ты думаешь, то есть вот это, конечно, очень любопытные вещи, расколдование секса, поэтому актуализируется в этом смысле эротика, то есть фантазия такого рода. Хотя вот в более старших поколениях интересны другие вещи, они наоборот с наслаждением обсуждают сексуальные преступления, гомосексуалистов, то есть они выясняют, а как у них там у гомосексуалов роли распределять, кто из них женщина, кто из них мужчина, то есть на самом деле интерес есть, и я не знаю, загоняется ли секс, потому что, мне кажется, это еще вот свидетельство уже такой вот привычки, распространенности, потому что куда ни пойди, везде, собственно говоря, ну, каким-то образом идет информация о сексуальных практиках. Смотрим ли мы рекламу, покупаем ли надежду, шоппинг. Вы знаете, там везде много секса, потому что не покупаются вещи, если ты покупаешь вещь скромную, то тебя спрашивают, а зачем ты ее покупаешь? У нас же вообще вот в этом смысле, да, очень хорошо, Ольга, вы здесь сказали, чуть-чуть вот это вот давайте обсудим, у нас же культура невероятно сексистская и сексуально ориентированная, вот даже в сравнении со странами, где говорить о сексе можно гораздо более свободно, я не знаю, Голландия, даже там Дания, еще какие-то, у нас, с другой стороны, вот это вот, я не знаю, просто длина юбок, вот эта вот степень, ну как даже, не знаю, как это по-русски, exposure, да, вот это вот, как женщина оголяется, так сказать, глубина декольте, высота юбка, да просто на рекламу нашу посмотреть, реклама настолько по-лобовому пошлая, вот даже, я не знаю, меня потрясает, я не знаю, такие вещи, как банковские услуги продаются через женские груди, вот, вы по всей Москве висели рекламы банков, так сказать, высокий процент, и, так сказать, вываливается вот такой вот на весь билборд, три, там, шесть на девять метров, вот у нас, мне кажется, вот очень интересно, да, что культура очень сексистская в результате. Она сексистская, я думаю, да, но она вот формируется через вот эти вот, я не знаю, рекламные сообщения, тексты, то есть мы фактически становимся такими телами для экспериментов, то есть нам, в общем-то, это, то есть секс, это стал такой социальный конструкт, который через все эти вещи повседневно нам, вот, о нем напоминается, вкладывается, и, конечно, а для России характерно, конечно, вы правы, очень сильное разграничение мужественности и женственности, и ассоциация желаемого, то есть денег в банке, да, с чем? С женским телом, то есть это такое очень, здесь, конечно, вы совершенно правы, я могу признать это, потому что здесь это именно потребление женского тела, оно подчеркивается, это реальный сексизм, конечно. Да, да, Анна. Ну и, конечно, при всем при этом, вот отсутствует культура и сексуальная культура, она хромает настолько, вот есть информированность, и, наверное, такая вот информированность, так круто замешанная, я не знаю, на таком потребительском каком-то моменте, и еще то, то, что люди, ну, готовы как-то так вот потреблять именно, да, а мы совершенно не учим людей вообще грамотно говорить об этом. Ну да. Да, вот это все сложно. Ну что ж, о том, как правильно говорить о сексе, о том, насколько сексуальной является наша повседневность, поговорим после перерыва. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так. Исхода нет. Знаете ли вы, дорогие слушатели, что это стихотворение было написано ровно сто лет назад? 12 октября 1912 года. Извините, не 12, а 10, да, сегодня? 10 октября. Да, 10 октября 2012 года. Очень интересно, что из стихотворения было написано именно вот эти вот темные осенние дни, когда уже наступают поздние осени, когда вот эта вот депрессивная пора предзимья. И далеко не большое, не маленькое совпадение в том, что сегодня Всемирный день психического здоровья. То есть тоже он отмечается в это же время, когда, в тот же сезон, когда Блок написал свое стихотворение. Так вот, говоря о психическом здоровье, мы говорим о культуре сексуальности, которая, мне кажется, очень сильно соотносится с психическим здоровьем нации. И у нас в гостях директор и владелец музея .g Александр Донской, психолог-сексуолог Анна Котенева и доцент Высшей школы экономики Ольга Симонова. Ну вот с этой точки зрения, российская нация, она может сейчас считаться психически здоровой с точки зрения своих сексуальных комплексов, сексуальной раскрепощенности? Александр. Я, наверное, скажу свое наблюдение. Я работаю давно в этом бизнесе. Первый секс-шоп я открыл в Архангельске больше 10 лет назад. Что происходит? У всех по-разному, то есть в разных возрастных группах. Изначально нашими клиентами были пары, которые давно живут в браке, от 35 до 40 лет примерно. Вот такая основная была группа покупателей. Сейчас основные клиенты секс-шопа это молодые люди, в большей степени девушки, от 18 до 23 лет. То есть вот эта группа людей, на мой взгляд, более раскрепощена. То есть они приходят и покупают такие игрушки, которые там может быть, у меня даже бывает язык не повернется произнести что-то. То есть они очень раскрепощены в сексе, в экспериментах. И если говорить про статистику, то где-то примерно 65% это молодые люди и большинство из них девушки, то есть покупатели. Что еще происходит? Когда есть ожидание кризиса, то если говорить про этот бизнес, то продажи больше. То есть ожидание кризиса, когда начинается кризис, то есть люди хотят каким-то образом снять стресс. То есть самый простой вариант это купить секс-игрушку. Возможно, я не знаю точно, но возможно растут, скажем так, выручки и вообще в целом в секс-индустрии, в том числе в нелегальной, в сфере проституции или эротического массажа, либо еще в каких-то подобных сферах. Да-да-да, я помню, в 2008 году как раз тоже читал какую-то статистику, что действительно подскакивает в период кризиса. Извиняюсь за фрейдистскую метафору. Ну, еще один момент, например, самое депрессивное время в России, я не знаю, как в других странах, это с 1 по 10 января, вот у нас в это время самая большая выручка. То есть она больше, чем, допустим, в конце декабря, как в обычном нормальном бизнесе. А это как в том анекдоте, игрушки уже елочные не блестят, да, не радуют, игрушки не радуют. Да, да, все-все, значит, приходят. Потому что люди время свободное появляются. Люди не знают, как его, да. Я думаю, это время свободное еще. Вы понимаете, город-то, представляете, как бурлит, он же вибрирует. Тут же времени ни на что нет. А здесь отдых. Может быть, поэтому? Может быть, ну да. Знаете, хочу сейчас наших слушателей спросить. 65 10 99 6. Код Москвы 495. Позвоните нам и скажите, нужны ли в городе секс-шопы и секс-музеи, музеи эротики? Нужны ли, может быть, вам? Пользуетесь ли вы? Или вы считаете, что это некое оскорбление общественной нравственности, публичной морали? 65 10 99 и 6. Секс-шопы и музеи эротики в городе. Нужны ли они? Ну, а в целом, я вот хочу сказать, что относительно секс-музеев, вообще, Россия страна более свободных нравов в сравнении, скажем, с Европой, в сравнении с какими-то, но я сейчас не буду, естественно, сравнивать с мусульманскими странами, в сравнении с другими странами христианской культуры. Я думаю, что если не брать этот политический контекст, религиозных этих фанатиков, то в целом все одинаково, потому что, допустим, я общаюсь с иностранцами, которые к нам приезжают, те же журналисты приходили. Значит, многие из них говорят, что мы, допустим, у себя, например, не заходим в такие заведения, то есть стесняемся, допустим. Я думаю, что одинаковая ситуация, но есть интерес людей, их интерес личный, который они в публичной сфере не проявляют. И есть вот это давление, которое идет с экранов телевизоров, то есть тот же, еще раз говорю, патриарх, там постоянно говорит про какое-то кощунство, хотя я считаю, что он не имеет права про это говорить, потому что кто бы говорил. Вы же не высказываетесь по проблемам религии, например? Ну, я просто лично знаю многих священников, я же был мэром Архангельска и помогал им строить православный... Вы были мэром Архангельска? Да, я был мэром Архангельска, помогал строить православной церкви главный кафедральный собор в Архангельской области. Я лично перенес памятник защитникам Севера, за что получил от коммунистов, то есть посчитал, что это правильно, потому что многим людям нужно ходить в церковь. И поэтому-то и в том числе я считаю, что я имею право обращаться к патриарху, я считаю, что это некрасиво, не по-христиански они себя ведут и так далее, и патриарх должен по этому поводу высказаться. В общем, я знаю, как ведут себя многие священники, то есть они более развратные, чем обычные люди, то есть точно так же, как люди, которые в органах власти состоят в наших, в федеральной власти, депутаты те же, они те еще извращенцы, то есть покруче, чем обычные люди. Поэтому кто бы говорил про мораль, то есть, да, вот и... Я же со многими сам лично общаюсь, да, я же вижу, что они покупают, что им надо, да, допустим, и так далее. Да. Те же люди, которые принимали законы, первый же закон против гомосексуалистов был принят в Архангельской области, да, и те люди, которые голосовали, среди них есть гомосексуалисты, то есть, ну, вот вопрос, то есть как-то можно голосовать, там, говорить о том, что у нас есть вот это вот разделение, да, есть публично в эту сферу, да, то есть люди что-то говорят. Кому-то можно, кому-то нельзя. Что-то говорят публично пространство, это так же, как члены политбюро. Интересно, да, интересно. Члены политбюро смотрели порнофильмы, а людям советским не давали. Так же сейчас. Ну, да, вот это вот ханжество, это лицемерие, идущее еще от советских времен, да, интересную информацию дает Александр Донской, бывший мэр Архангельска, который открыл в Архангельске же первый секс-музей и построил первый храм. 65-10, извините, давал деньги на... Действительно не построил первый храм, давал деньги на строительство храма. 65-10, 99-6. Как вы относитесь к секс-музею и секс-шопам в Москве? Виктор. Алло. Да, добрый вечер. Я отношусь неотрицательно, вот так я скажу, в принципе, к этому делу. Но я хотел бы более широко вот ответить чуть-чуть. Вот вы как раз в советские времена вспоминали. Ну, понимаете, в чем дело? Как не крутите, ну, времена Ельцина можно по-разному расценивать, но это было и Горбачева. Была определенная свобода. Вы согласны же с этим? Да. Естественно, да. А сейчас у нас каждый день буквально вот эти свободы забираются, 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 забираются. И методично, целенаправленно, с разных фронтов, начиная там от ремня безопасности и кончая вот тут вот, скажем так, нападками на всех, ну, так условно говоря. Согласен. Ну, пожалуйста, с ремнем безопасности не соглашусь, я считаю, они все-таки нужны, но в том, что каждый день идет наступление на свободу, с вами, Виктор, совершенно согласен. И действительно, вот как наши гости уже говорили, сексуальная культура, эротик, это один из передних краев, из передних краев борьбы за свободу. И когда происходит революция, они одними из первых освобождаются. И когда идет контрреволюция, как сейчас, то они являются одним из первых объектов атаки. Александр, слушаем вас. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, знаете, мне кажется, что и музей нужен, и, конечно, секс-шопы нужны, потому что секс это неотъемлемая часть нашей культуры, и мы знаем, как проходит за рубежом и выставка, но и не только за рубежом, я вот совсем недавно, в начале этого года в Новосибирске была выставка эротического искусства, я бывал также и в Мстердаме в музее секса. Да. Мне кажется, мне нужно к этому относиться хажерски, потому что во многом современное искусство построено именно на сексе и на сексуальных образах, возьмите того же культура. Ну, и да, и очень много таких художников, которые обращались к этой теме, к эротике, ну, во все времена, начиная, наверное, с Возрождения. Ну, классическая искусство, наверное, там, относилась к этому, возможно, иначе. Да. А сейчас это часть нашей жизни. Нет, но относилась иначе средневековая культура, а, естественно, начиная с эпохи Возрождения появляется тело, да. Вопрос только в том, что, например, секс-шоп, когда вот иногда покупаем, какие-то вещи, чаще всего это просто забавные подарки, которые даже часто и не используются, а просто это такой забавный подарок по какому-то такому не очень важному поводу, но который нельзя не отметить, вполне подойдет. Ну, да, да, понятно, спасибо. Ну, конечно, то, что в Москве часто оформлены, они запраздны снаружи. Ну, ясно. Спасибо. Спасибо, Александр. Так что пока все поддерживают, точно так же, как и наши слушатели, которые из интернета пишут, вот Матвей пишет, проблема в том, что у общества нет механизмов защиты от фундаментализма, а все эти музеи эротики и секс-шопы вещь безобидная, ведь обычно спрос рождает предложение, а не наоборот. Михаил пишет, секс – неотъемлемая часть жизни, про него о нем можно и нужно говорить свободно, сколько всего вдохновляется мыслями о сексе, флирты секс вообще братья, близнецы. Но важно не скатываться в пошлость, похабщина, вульгарность, если позволите, сексуальный нигилизм. Музеи и шопы нам нужны как воздух, они призваны продвигать сексуальную культуру и выстраивать правильную систему сексуальных ценностей. О как, хорошо, прям как по писаному. И прием еще один звонок, Иван, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Знаете, я считаю, что ничего плохого в них нет, они нужны, есть действительно очень удачные и прекрасные примеры эротического искусства, но все равно у меня, и вот я знаю у многих моих знакомых, существует предубеждение, что вот тему эротика, эксплуатируют, когда просто эксплуатировать больше нечего. И можно, вот я маленькую реплику по теме, которую вы в начале, по поводу зажима секса в нашем государстве. Знаете, я работаю с детьми и подростками, и я вижу другое, то есть я вижу, что, знаете, секс это как бы вот такая неотъемлемая часть, знаете, инициации, даже там не из мальчика в мужчину, а как бы в человека, на которого можно без презрения смотреть в этой среде, и как бы герои молодежи это вот какие-нибудь парни типа Тимоти, да, что вот куча тёлок за ночь там, и в общем, то есть я согласен с тем, что эта тема как дожимается, я бы даже, скорее, о какой-то пропаганде бы говорил. Понятно, понятно. Ну да, вот такие, так что видите, пока что, Александр, все звонки в поддержку, поддержку, знаете, очень интересно, рассказали, были мэром Архангельска, открыли первый секс-шоп, а если бы вы были мэром Москвы, что бы вы сделали в плане, так сказать, распространения эротической культуры? Да, я, честно говоря, считаю, что распространять-то её не нужно, то есть нужно, всё-таки, она должна быть ограничена, да, должно быть ограничение по возрасту, те же 18 лет, более того, то есть есть огромное количество информации, которая сейчас высыпается, скажем так, на молодое поколение, значит, это тоже порно в интернете, всяческое, в том числе, которое запрещено законом, да, и это может увидеть, например, моя дочь, которой 7 лет, мне это не нравится, мне не нравится, что когда она смотрит телевизор в детское время, да, там показывается секс, там говорится о каких-то гомосексуальных отношениях и так далее, да, то есть есть вещи, то есть вот я почему говорю, что когда вот те же православные выступают, либо представители власти выступают и говорят о том, что у нас там, ну вот бардак, там, значит, много там секшопов или ещё что-то, это заведение, в которое пускается 18 лет, у нас огромное количество нелегального бизнеса, связанного с сексом, значит, нелегальная проституция, то есть я считаю, что вот эти вещи нужно регулировать, а на них никто не обращает внимания, те же православные, они же не приходят в публичные дома, значит, они не предъявляют никаких претензий к тем людям, которые раздают журналы о проститутках, на каждом углу эти журналы раздаются. Да, ужасно, кстати, меня вот этот флирт, вот этот журнальчик, я каждый день нахожу у себя под дворниками всех машин кладут. 300 тысяч экземпляров этого журнала флирт кладётся под дворники, да, значит, и, соответственно, претензий же никаких нет, я не против, я считаю, что да, проституция есть, её нужно легализовать, но сейчас, вот никто на это не обращает внимания, потому что менты собирают деньги с проституток, власти там тоже замешаны, тоже пользуются услугами, и всех всё устраивает. То есть вот эта серость вот этой зоны, серая зона, она невероятная, конечно, как и во всём. То, что есть в мире, то, что не противоречит законам, в том числе человеческим законам, значит, должно быть легализовано и должно облагаться налогами, и должно быть в каких-то рамках, а сейчас это просто публично, они видят, что музей эротики в центре Москвы, они нападают. Это публичная просто акция, то есть и очень отвлечение внимания людей от проблем, которые сейчас существуют. У нас проблемы с бюджетом, у нас проблемы в стране большие и так далее. Этим отвлекают просто людей. Понятно, понятно. Вот Ольга спрашивает вас с сайта, а вы будете рассказывать своей дочери про свою деятельность, когда она спросит? Она знает, значит, она знает, чем я занимаюсь, я говорю о том, что у меня музей для взрослых, и она говорит, я хочу в него сходить, я говорю, придешь, когда будет 18 лет. Более того, то есть в силу того, что я дочь не могу привезти на работу, я уже давно думаю, как вот только я открыл музей, о том, чтобы сделать для детей. То есть вот это, я сейчас думаю, проект у меня сейчас уже в голове созрел, это будет, значит, детский, такой, можно сказать, интерактивный, детская интерактивная выставка, то есть вот куда я смогу с дочерью пойти, то есть чтобы она знала, что папа занимается проектом для взрослых, но и в том числе есть проект, в который она может прийти. Сексуального просвещения? Нет, обычный. Для меня это очень сложный вопрос, я считаю, что он важный, но для меня очень сложный, я не очень понимаю, в каком возрасте с ребенком можно говорить о сексе, честно признаюсь, это очень важная тема, нас недавно упрекали в том, что у нас в продаже, например, есть книжки, а не для взрослых, о том, как с ребенком поговорить, говорить о сексе. То есть там все описано, все понятно, но для меня непонятно, с какого возраста можно говорить, хотя вопросы, конечно же, у нее возникают, потому что она постоянно это видит по телевизору. Анна, вы что скажете? Совершенно правильно, потому как мы говорим о сексуальной культуре, как мы можем о ней говорить, если нет сексуального просвещения, нормального, правильного сексуального просвещения, нет программ этого просвещения, нет той литературы, которая должна быть, она есть, но она, собственно, не доходит и до читателя, а есть другая сторона, что на тему секса писать очень так интересно и выгодно, и сейчас есть масса этих книг, которые ликвидируют теперь, да, о подростках, и совершенно верно вы сказали, что неизвестно, когда с ребенком об этом говорить, и не знают об этом родители, проблема-то стоит сейчас не в детях, а мы не знаем, взрослые не знают, как себя вести, и вот выросло то поколение, как раз 90-е эти годы, да, люди как-то выживали, а теперь уже и думают немножко о другом, и получилось то, что взрослые в тупике, они не знают, как вообще объяснить ребенка, они не имеют этих знаний. И вы знаете, вот что мне очень прискорбно наблюдать, вот эти все последние ограничения, введенные Госдумой, все эти 16, плюс 18, плюс заказа пропаганды, понимаете, они же не понимают, что все равно дети эту информацию получат, они тем более будут смотреть, потому что написано плюс 18, они будут смотреть. Это интерес такой. Они ее получат в гораздо более подпольной и, так скажем, извращенной форме через интернет, через какие-то, я не знаю, непонятные сайты, чем если бы мы могли вот через нашу программу еще что-то им рассказать. Момент такой еще, я хотела бы сказать, что вот интересный вопрос, человек имеет право на здоровье, он имеет право на сексуальное здоровье, и он имеет эти сексуальные права, должен иметь, и он должен знать о них, этот человек, и уметь их и защищать, когда нужно, и пользоваться этими правами. И мы этого не имеем, к сожалению. Вот смотрите, то есть вот в любом киоске Москвы, в котором есть нормальная выручка Роспечати, да, продается журнал для геев Квир. Значит, и этот журнал может купить любой подросток. То есть вроде бы есть закон о пропаганде гомосексуализма, то есть запрете, да, но журнал продается, можешь его купить. Но он же не, он питерский, он в Москве пока нет, этого закона нету. Нет, есть, есть. Я, насколько знаю, федеральный закон, разве, не принят? По-моему, нет. По-моему, он у нас идет, вот Архангельск, Рязань. Слушайте, вот, я, может быть, уже так на опережение посмотрел. Да, да, да. Но даже если без журнала, да, значит, эта информация есть в интернете, да, то есть эта информация, смотрите. Более того, значит, я недавно как раз смотрю с ребенком программу «Модный приговор», так получилось, и в программу приходят две лесбиянки. Они говорят, что вот две лесбиянки, то есть в программе «Модный приговор». Ну, конечно, у ребенка возникает вопрос, что это такое, почему эти женщины живут вместе, и там обсуждаются все эти проблемы. И как тогда, то есть вот этот перекос, да, то есть он существует. Да, да. Причем интересно, вот скоро выйдет книга, и она связана как раз таки, вот, какой вопрос подросток может задать сексологу. Мы провели большое, достаточное исследование по этой теме. И блок вопросов, вот, именно на удовольствие подростки задают такие вопросы, потому что информацию они имеют. И вот такая дилемма получается, как ему об этом отвечать, да, но ведь его и не отвечать нельзя, потому что ребенок спрашивает, как делать кунилингус. Ему 12 лет, этому подростку. Ну да, они где-то слышали. Да, слышали, да, и им об этом должен сказать специалист, грамотно должен сказать. Самое противное, что хуже-то всего, если не спросят, да, то есть вот дети это видят, да, то есть они что-то видят, и они будут что-то пробовать, там, экспериментировать, да. Это хорошо, если еще родители доверяют и спросят, а в большинстве случаев не спросят, это серьезно большая проблема. У нас еще есть сети виртуальные, где дети сидят с утра до ночи, я хочу сказать, что есть такой феномен, социологи американские назвали его секс-тин, то есть это значит, как бы текст и секс совместить, если два слова, то есть они все время смс-ки и эротические фотографии друг другу пересылают. И даже вот в Америке зафиксировали, что с помощью вот этих вот постоянных сообщений через сети, через мобильные, через смартфоны уже есть сексуальные домогательства, и дети начинают страдать от этого. То есть они знакомятся очень рано с этим. Ну да. Кстати, можно немножко, то есть у нас был опыт один раз, мы воспользовались базой данной для рассылки смс-сообщений, которая использовалась в секс-чатах, и нам потом позвонило несколько родителей и сказали, что почему нашему ребенку пришло сообщение. А мы не рассылали всем подряд, мы взяли вот, то есть базу данных вот по секс-чатам и рассылали туда сообщение с приглашением в музей. Ну да, то есть дети, 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 дети там сидят. То есть тратят деньги, то есть причем там взяли людей, которые много денег там тратят. Ну да, это вот еще раз действительно очень интересная информация тем законодателям, всем тем политикам, которые сейчас проводят эти законы, понимаете, это совершенно какие-то ханжеские фильтры ставятся против потока, который неостановим. Единственное, что мы можем сделать, это пытаться каким-то образом свою правильную инфраструктурированную информацию бросить в этот поток. Уйдем сейчас в небольшой перерыв, перед этим последний раз напомню, телефон наш студийный 6510996, звоните нам и скажите, нужны ли в городе секс-шопы и музеи эротики. Код Москвы 495, код передачи 16+, что позволяет нам говорить о тех темах, которые мы подняли сегодня, а это сексуальная революция, сексуальная контрреволюция. У нас в гостях директор-владелец музея Точка-Джи, эротического музея Александр Донской, руководитель Центра сексуального здоровья Анна Катенева и Ольга Симонова, доцент Высшей школы экономики. За или против эротических музеев и секс-шопов в Москве? Сергей. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, добрый вечер. На самом деле, очень интересную тему подняли. У меня на самом деле есть комментарий и вопрос. С чего лучше начать? Ну, давайте с комментарием закончим вопросом. Такой недолго, пожалуйста. Хорошо, я буду быстро. У меня на самом деле растет две дочки, и я, честно говоря, против секс-шопов. Но, скажем так, не только против них. То есть это же понятно, что в комплексе нужно какие-то меры принимать. Посмотрите, сколько детей сейчас похищают, сколько детей насилуют. Я, в принципе, очень переживаю за будущее своих детей. То есть я считаю, что секс-шопы в какой-то форме пропагандируют... Провоцируют, вы считаете, это насилие? Ну, я думаю, что они, как бы, это только... Ну, знаете, как... Это как бы одна сторона кубика, да? То есть есть интернет... А вы не думали, Сергей, что это как раз, может быть, громоотводы, которые, так сказать, так же, как и порнография, и проституция, которые, наоборот... Ну, я думаю, знаете, когда там в царские времена не было секс-шопов, но проституция все равно была, поэтому мы не можем говорить, что... Сколько существует человечество, столько существуют его пороки. Но чем больше мы, в принципе, ограждаем наших детей от этого, тем, в принципе, мы можем... Ну, понятно ваша позиция. И вопрос давайте тогда коротко. А, вопрос второй. Вот вы говорите там только про христианских священников, а мне вот интересно, и мамы, и раввины, они ходят тоже в секс-шопы? Интересный вопрос, спасибо. Что можете сказать, Александр? Ну, вообще, православные, мусульмане и евреи ходят в секс-шопы. Конечно же, никогда не придет священник в рясе, то есть, ну, это было бы странно, да, то есть, и необычно, вот. Но любой веры, даже святитель Иегова, если это будет, ну, священник, да, то есть, то он, наверное, не придет. А просто прихожане приходят, приходят, в том числе, люди, у которых видно, скажем так, символы веры, то есть, они выступают. Я со многим с ними общался. Недавно приходил один интересный человек, кстати, он, у него крестик не только на шее, но и на руке. Я ему говорю, ну, ты же православный, так активно это по тебе видно. Он приходил с такой темой, что, говорит, тут у моего друга, одного из администрации президента, большая коллекция членов. Он говорит, вот я хочу, чтобы их выставляли, допустим. Вот тоже, я говорю, ну, ты же православный. Он говорит, ну, и что, это же искусство и так далее. Кстати, я хочу сказать про политиков. Все-таки нужно понимать, из-за чего они эти вопросы поднимают, да, то есть, из-за чего они выступают против, там, гомосексуалистов или против пропаганды, там, ну, не знаю, против секса. Они хотят понравиться бабушкам и дедушкам. Это основной электорат, а бабушки и дедушки не понимают, что вот эта вот публичная вот эта деятельность, публичные вот какие-то запрещения, они на самом деле проблему не решают. И у них очень элементарно устроен мозг, им дают сигнал, что мы боремся с гомосексуализмом, они говорят, хороший депутат, оставим его второй срок. Ну да, за правильно, да, за нравственность, за мораль. 65, 10, 99, 6, код Москвы 4, 9, 5. За или против секс-шопов и эротических музеев? Никита. Здравствуйте. Добрый вечер. Я считаю, что музей эротического искусства нужен, поскольку музей – это некоторым образом резюме. Мы подводим черту нашему общему социальному опыту тому, чему было в нашей жизни. Как вы заметили, как Ольга Семенова заметила, что действительно в нашей стране мы прошли точку, когда был признан, когда он обсуждался, когда он присутствовал повсеместно, в том числе и на билбордах. И открытие музея – это как написание учебника. Мы аккумулируем уже имеющиеся знания, мы аккумулируем то, что у нас было, и мы это признаем. И тот факт, что музей громят и на музей нападают – это, на мой взгляд, действует в большом кризисе. Да, согласен, согласен, Никита, спасибо. И Анатолий, слушаем вас. Алло. Да-да, добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к ведущему. Сергей, вы построили программу, конечно, я за музеи. Любые музеи, они должны быть, если это действительно культурные музеи, и они имеют свою историческую экспозицию. Ну, вы вот не думали, не пробовали пригласить на эту передачу, вот обсуждая там детский интерес, там, виртуальность жизни? Именно профессионалов. Ну, мне кажется, что у нас в студии сейчас сидят именно профессионалы, у нас и психолог, и... Это профессионалы. Один сидит человек, который занимается бизнесом по этому поводу, и он является директором музея. Я знаю очень много примеров, когда, ну, извините, криминал давал деньги, и немалые деньги на восстановление храма, и считали себя, что они вот уже отмыли себя и чего-то там говорят. Вот, и если же какие-то верховные, ну, будем говорить, священнослужители, они тоже обращались к нему там за какими-то советами или помощью, это не говорит о всем там, этом церковном... Я... Понятно. Анатолий, понятно. Спасибо. Ну, мне, честно говоря, не нравится то, что вы считаете, так сказать, пригласить профессионалов. Я считаю, у нас прекрасные профессионалы сидят в студии, которые ведут очень информированный разговор. Павел звонит. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Знаете, просто прямо как-то вживо ваш разговор, я буквально две недели назад вернулся из Амстердама. Ну, понятно, да? Вот. И вот что меня удивило, на самом деле, первое, мы были там в музее известном, причем мы были в этом музее в детский день. Вот. То есть была толпа просто местных жителей. То есть в музее, в музее эротики был детский день? Нет, 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 не в музее эротики, в музее... А, вообще. ...политехнического рода, да. Понятно, извините, да, не понял. Там было, нет, 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 про музей эротики чуть позже. Там на третьем этаже была целая экспозиция, включенная тому, в общем-то, как, значит, появляются новые люди, там техники поцелуков, там и так далее. Это абсолютно нормально, там абсолютно разного возраста дети, и никто это не воспринимает за какую-то таву. Мы были, естественно, в музее эротики, я скажу, что там абсолютно тоже никакого криминала. Все, в общем-то, прилично культурно, абсолютно разные люди там ходят, и, в общем-то, я считаю, это вопрос в том, как он будет сделан. Если он будет сделан как бы прилично, вот, без каких-то эксцессов, вот, и то ради бога. И под завершение, ну, мы как бы зашли, конечно, на порно-шоу, и что я могу сказать, что вот единственное, я никогда не мог подумать, что секс может быть настолько асексуальным. То есть вот так, как в истории, да, асексуальным, настолько все неприкрыто технично, что, как бы, вплоть до, ну, аж неприятно, скажем так. Поэтому я считаю, что если это все будет нормально, и при этом город абсолютно свободный, ночью гулять можно абсолютно комфортно, очень уютный. Несмотря на вот это, как бы, мнение некоторых гнездо разврата, мы ночью гуляли по любым там спальным районам, и, как бы, абсолютно себя комфортно чувствовали, то есть, ну, в Москве так не получится, мне кажется. Ну, да, да, спасибо, 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 очень интересно. Ну, мне кажется, да, действительно, Павел озвучивает очень важную вещь, и вот как вы считаете, что уровень стресса, уровень агрессии в обществе, он снижается вот такими вот институциями, как секс-музей, секс-шопы, доступность, я не знаю, эротических образов и тому подобное. Например, вот я считаю то, что вот в арабском мире это все так закрепещено, абсолютно репрессирована сексуальная культура, и вообще там люди не имеют возможности вступить в брак, молодые, многие из-за, так сказать, имущественного ценза, из-за Колыма и так далее. О, так это одна питательная среда терроризма. Во-первых, те же люди из мусульманских стран, они приезжают, точно так же приходят в музей, да, и там, где запрещены секс-шопы, они точно так же приезжают в Москву, нас приводят туристов из таких стран. То есть они приходят, с удовольствием покупают, потому что, ну, невозможно это запретить, если они знают, что сейчас мир открыт. Второй вопрос, что, ну, это же видно, что музеи эротики работают уже десятки лет в других странах, да, и там никого не бьют за это. Мы работаем год, вот год прошел, и после прихода православных активистов, ладно бы это были какие-то... А в Архангельске у вас... С секс-шопом ни разу... Не было претензий. Не было никаких претензий, и нормально мы работаем. Я еще раз говорю, что считаю, что наоборот это хорошо, это заведения, в которых фиксирован возраст, это можно проверить. Допустим, если бы вся секс-индустрия была в таких рамках и была бы легализована, это было бы нормально абсолютно, это было бы выгодно и государству, и обществу. А еще если бы программы работали по сексуальному просвещению, то это как-то было вообще такое подспорье, да, потому что вот все эти музеи искусства эротического, это же все-таки часть сексуальной культуры, значит, часть культуры вообще. Вообще культура человеческая, да. И потом эти игрушки, они же вот так сегодняшние эти секс-игрушки, они же тоже имеют свою историю. Потому что там вообще и шумерские, и эти первые Венеры, и как они там называются. Да, на этом культура построена, и мы-то как-то так отрекаемся от чего, от кого, от себя. Да, от себя, от того главного, что старик Фрейд сказал. Собственно, движет все наши поступки, все наши помыслы. Ну, Фрейд, собственно, о сексуальности мало что говорил, он о половом влечении говорил, об инстинкте скорее. О сексуальности тоже много говорил. Ну, относительно, это все-таки не та сексуальность, о которой мы говорим сейчас, такая социально сконструированная все-таки. Там все-таки больше было физиологизма такого и так далее. Ну, мне добавить, собственно, по поводу функций таких институтов нечего. Действительно, социальные функции, они имеют последствия снятия напряжения, да. Отвлечение людей именно от сексуальных, кстати, преступлений в отношении детей, в общем, тех категорий населения, которые не защищены. Я хочу сказать, что сексуальная культура, и действительно, если действительно было бы сексуальное просвещение, оно способствует еще, как бы, идентификации сексуальных преступлений. Ведь вот у нас-то такого еще нет, но вот во всех американских штатах с 1993 года принят закон о недопустимости, например, брачного изнасилования. То есть и такой вид преступления. А это только говорит о том, что люди, так сказать, действительно устанавливают рамки даже в этих сексуальных практиках. То есть нежелание женщины, ну, прежде всего женщины, в браке, вступая в контакт, так сказать, является уже, так сказать, подкреплено законом. Ну да. И если что, следует уголовно ответственность. Я уж не говорю про сексуальные харассменты, которые, сколько судебных, так сказать, процессов выиграли американцы по этому поводу. Поэтому, конечно, я считаю, что лучше, действительно, ну, легализованная или полулегализованная проституция. Кстати, в России же такой опыт был, в Петрограде. Помните эти желтые билеты, которые выдавали проституцию? Ну да, Сонечке Мармеладовой. Да, потому что это же была, так сказать, необходимость ограничить распространение эпидемий, во-первых. Да, вообще, и, ну, каким-то задним числом понятно, что это было, главная эта функция была контроль, но все-таки и, возможно, сохранить здоровье самим этим женщинам, которые занимаются таким трудом. Да, да, согласен. Поэтому здесь, конечно, очевидно. 65, 10, 99 и 6. Есть время еще для одного короткого вопроса. Дмитрий. Алло, добрый вечер. Да, коротко, пожалуйста. Да, здравствуйте. Как вы сейчас считаете, что правильнее в современном обществе, в русском, воспитывать больше целомудрие и неприемлемость использования, ну, не знаю, там, сексуальных услуг для решения бытовых проблем каких-то, да? Держаться нашим красавицам, женщинам, которые являются наряду с нефтью, да, там, одним из наших замечательных ресурсов. Да. Или наоборот, все-таки, может быть, ну, и через ваши средства, когда у нас секс-шопы будут как супермаркет на каждом шагу, да, прививать распущенность и превращаться потихонечку в Таиланд. Спасибо. Вот такой вот вопрос. Ну, а в Таиланде я почему-то не видел ни одного секс-шопа, да, то есть там куча разврата, да, то есть, как вот человек говорит правильно, да, то есть там на каждом углу это есть, да, транссексуалы, каких только людей там нет, куча секса, значит, но я не видел там секс-шопов. Ни то, ни другое неправильно, я считаю, что людей нужно информировать, и вот важная тема сегодня была поднята, вот я предлагаю вам тоже ее продолжить по поводу того, а как вообще детям рассказывать про секс, потому что на них вываливается огромное количество информации, а я в том числе советский человек, воспитанный советской системой, не знаю, что своему ребенку говорить. Ну да. Ну, мне кажется, да, это действительно одна из тем, ну что мы пытались предпринять в течение последнего часа, потому что мы работали исключительно с родителями программы 16+. Что я хочу сказать, что действительно я еще раз удостоверился в том, что секс является неким передним краем в борьбе за свободу, и сейчас идет наступление на эту свободу. И это, собственно, вопрос не только нашей свободы, это вопрос нашего самочувствия, нашего психического здоровья, что особенно актуально сегодня, во Всемирный день психического здоровья. Что вам сказать заключение? Это были наши гости Александр Донской, директор и владелец музея .g, Анна Катенева, руководитель Центра сексуального здоровья, и Ольга Симонова, доцент Высшей школы экономики. Это была программа «Археология». Будьте счастливы и любите друг друга во всех смыслах этого слова. Редактор субтитров А.Семкин